Антонина Гребешкова рассказывает, своей жизни без детей просто не представляет. Работает педагогом в Центре дополнительного образования. И даже на время отпуска решила с детьми не расставаться. Отправилась с воспитателем в лагерь. Говорит, главное помочь детям научиться выражать себя. Потому что еще эта смена театральная. Мы каждый день играем спектакли по разным книжкам. Это же нужно столько внутренних усилий напрячь, чтобы интеллектуально выразить себя и творчески. Всю смену ребята путешествовали по страницам любимых книг. Ставили сценки и перевоплощались в любимых героев. Но этим отдых не ограничивался. Мастер-классы, спортивные занятия, танцевальные кружки и, конечно, игры и дискотеки. Каждый непоседа нашел себе занятие по душе. То, что творческое, мне еще больше нравится здесь отдыхать. Я как бы хотела сначала быть шляпником, но потом я просто показала мальчику, как вот играть кроликом. И меня назначили кроликом. После школьной учебы хочется как-то расслабиться, и поэтому мы ездим по лагерям с коллективом. У нас каждый день бывают тренировки. Нам понравилось то, что тут лес вокруг. Конкурсы всякие. Очень хорошо все оформлено. Дискотеки. Каждый день в лагере был посвящен какой-нибудь книге. В рамках Года литературы в России в Волгаренке прошел фестиваль «Приключения барона Мюнхгаузена». У ребят была возможность почувствовать себя главным литературным вруном и немножко автором. С самого утра у нас звучит музыка, а с самого утра у нас ребята могут нарядиться в любые костюмы. Именно персонажи от этой книги, викторины по этой книге. Наша главная задача, чтобы дети знали содержание этих произведений, этой классики. Развитие талантов, расширение кругозоры и просто игры с новыми друзьями. Департаментом образования отдых детей продуман так, чтобы ребята могли реализовать свои творческие способности и летом. Дарья Трофимова, Артем Сулайманов. События.